здравствуй господа начинаем синиться эзотерический вебинар ответы на вопросы которые вы задали сегодня на моей странице в фейсбук где опубликовал пост задайте свой вопрос я на него отвечу получено 122 вопроса и я надеюсь они будут всем интересно оксана ефановна здрасте андрей андрич на блиц онлайне вы мне ответили что этим летом я выйду замуж жила с мужчиной познакомилась в интернете как вы сказали мне имя сошлось александр купил кольца но недавно произошла сильная ссора сейчас мы не вместе скажите пожалуйста он ли мой этот лысый мой суженый помиримся мы или будет другой помирятся или будет другой скорее всего помиритесь мария грегор здравствуйте андрей андреевич пожалуйста ответьте если можно почему дыхание по патрулу прерывается через 30 секунд или минуту раньше могла дышать быстро долго сейчас перерывами чем это объясните на что обратить внимание это сжатость диафрагмы и это может быть связано не с разными заболеваниями это может быть связано с анемией это может быть связано с перенесенным заболеванием пневмонии это может быть остеохондроз ну вот так однозначно наверно не скажу попробуйте на перекладине какой-нибудь повисеть попробуйте порастягивать грудную клетку может быть осматические вот такие проблемы какие-либо не связано с энергетикой юлия загребельным кстати там дыхание она не связана с тем чтобы дышать человек должен во время этого дыхания делать колебательные движения с широко открытым ртом если рот закрывается и листа или не получается дышать то нужно рот открыть шире тогда легче дышать и это колебательное движение диафрагмы как бы создает автоматически вентиляцию легких что фактически создает процесс отдыха всего физического тела юлия загребальная загребельная пользуюсь вашими препаратами действительно они работают огромное спасибо мимо норме сни нервы сдала 6 июля анализ на густоту крови что в моем случае можно пропить из тф ну давайте открою посмотрю что тут за анализа у вас что-то про трамбиновый час это говорит о том что у вас кровь сворачивается очень быстро и фибра но ген у вас высокий фибра на ген высокий обычно связан с ревматоидными заболеваниями это может быть связано с недостаточно хорошей работой печени это может быть связано что такое фибра на ген это говорит о том что формируется белок фибри на нашей печенью и где-то находится либо воспалительный процесс либо процесс связанные с сосудами но нужно посмотреть сдать ревма факторы ревма пробы начать принимать антикоагулянты ну вот где-то так не знаю поможет вам мой ответ или нет я бы сдал еще дополнительно сейчас ревма фактор или ревма пробу с реактивный белок наверное еще антистрептолизин и посмотрел бы что такое ну и конечно же обратил обратился бы скорее всего кардиологу ну и начал бы принимать препараты которые будут улучшать общее состояние крови может быть варфарин или какие-либо антикоагулянты пусть назначает врач татьяна орлова здрасте скажите пожалуйста как я буду одна без мужчины а вы точно хотите чтобы я она вам надо ну скорее всего быстро не найдете извините марина по моцалюк можно ли самой себе стричь волосы я слышала в детстве что нельзя себе обрезать челку волосы можно стричь в любой день кроме среды во все и в пятницу нельзя стричь волосы во все остальные дни можно стричь волосы волосы не нужно сжигать волосы можно просто выбрасывать гульмира кадралиева спасибо за сангай вопрос наладится ли отношения сына моего семьи не общаемся три года наладится вы знаете есть практика такая представляете сына представляете себя и представляете будто между вашим сыном и вами на уровне сердца есть трубочка и эту трубочку которая между вами нагреваете и или второй вариант запускаете кровь берете мысленно представляете будто кровь вашего ребенка соединяется с вашей крови через голову и через ноги и эту кровь вы циркулируете если хотите чтобы он вас обожал то циркулируете так что его кровь поступает к вам если хотите чтобы вы его больше обожали то ваша кровь к нему таким образом наладится отношения данные практики есть очень много я об этом рассказываю на своем семинаре который называется магия любви кстати скором времени скорее всего появится и книга магия любви татьяна вернее аудио версия книги магия любви татьяна костенко добрый день 3 3 стоит ли мне заниматься массажем получится огромное спасибо получится зинаида мацапура здрасте зима и вас помню я дуже переживаю за своего сына в друга дружился детей не маять ни с першою ни с другою че усе будет гаразд у него стою дружиною появятся дитки да можливо еще зи здоровьем сына проверить щитовидную железу действительно есть проблемы щитовидной железы через алыш савин чехии скорее всего да скорее всего будет жить в чехии все в порядке мария шторм шторм расти андреевич подскажите будет ли у меня успех и заработок с моим бизнесом финансовой сфере или стоит менять работу стоит менять работу фирме 8 месяцев на успехов заработка нет и не будет много разочарований да не получится у вас это светлана луку мчук очень переживая за сына был на передовой в данный момент дома что с ним будет дальше но будет дома находиться скорее всего уже на передовую не попадет елена копанчук спасибо большое за поддержку это трудное время жена моего брата с детьми пробует эвакуироваться из херсона хотят выехать автобусом во вторник очень волнуется получится ли выехать там опять очень опасно получится выехать пусть выезжает пусть представляет будто между тем местом где находятся они откуда выезжают этим местом где должны приехать или куда должны приехать представить абсолютно белую дорогу которая светится белым и это называется выстроить белую дорогу эзотерическая практика я ее даю на первой ступени школы к вас также можно представить будто в тот момент когда вас останавливают и допрашивают всегда представлять будто вы мысленно показываете этому человеку дулю вместо вашей головы тоже дуля также мысленно всегда материте тех людей которые вас останавливают так блокпосты будут вас пропускать анатолий шатунов ваш ученик не успел окончить вторую бесплатную ступени за войны все было удалено из интернета подскажите где можно найти на каком сайте когда будет она видна на ютубе когда закончится война я восстановлю эти ступени до того пока война не закончится я считаю что таким образом я проявляю свой протест по отношению к войне я считаю что во время войны изучать эзотерику бесплатном доступе люди по моему мнению в большинстве своими достойные ссоре что это делаю но такой вот у меня понимание почему я это сделал потому что огромное количество учеников после того когда война началось разделила негодяев разделила людей разделила хороших людей на хороших и плохих и так далее и очень много людей начали мне писать очень плохие письма начали угрожать расправой перед моей мамы это делали ученики из российской федерации и я решил что теперь ступень бесплатная не будет но не знаю незачем было это делать я считаю я не тот человек которому нужно было это все писать писать такое большое количество глупостей людмила богуславская дякую за вашу беседу допомогу вы на краще учитель на земле скажите будь ласка чему же я ща брат и до дому мою подругу и близкую людину и без согласия ведь правит и дом про старые хочу сомазанные давитость да можете сами за ней смотреть если у вас получается но случай если человек болен очень часто так бывает если человек допустим очень болен и у него развивается заболевание деменция с геймера то обычный человек который не подготовлен к распаду личности человека не подготовлена территория и нет людей которые могут оказывать такому человеку лечение и помощь но может столкнуться с огромным количеством неприятностей этому человеку который будет находиться под вашим присмотром может быть не очень комфортно и не очень хорошо ну и собственно вам тоже поэтому случае если есть возможность то в такие специальные заведения лучше всего оформлять таких людей там комфортно их постоянно развлекают у них там есть своя программа там занимаются и здоровьем досмотром и так далее если есть возможность и человек очень болен и человеку необходим досмотр то лучше периодически забирать из дома престарелых там на две-три недели а место за собой держать ну вот так не на на это очень хочу спросить у вас судьбу своей дочери в разводе есть ли у нее пара пока пары нет но пара будет наргиса камалов у меня вопрос скажите насчет моего друга намного моложе меня хочу знать любит ли меня или у него есть другая любит вас галина по свистак чаплинская ученик школы кайлас дочь 13 лет интересуется эзотерикой можно это же проходить ступени до здравствуйте андрей здесь можете сказать методы мантру от грызунов бурундуков вокруг дома они очень милые не хочу сыпать им я пусть лучше они найдут другое место жительства на моем сайте дуйко . гору есть шум от бурундуков и мышей и так далее там же вы можете найти информацию как убрать их с помощью эзотерики лиля кириленко поступить ли моя дочь в этом году в нужный вуз да сможет ли она выздороветь в этом году нет ирина мороз звертаюсь до вас с проханием раз повезти я позвольте с деформации великого пальца на музею я ученица школы кайласе записи лишилась у харькова особливо цикает момент як молоток мая будто у воде ручку чизолизну ударную частину и кое воде воде какой берете медную копейку берете обычный молоток берете ставите на одну шишку ноги там где деформации мягко ударяйте молоточком потом на другую ногу ставите там есть деформация старты и ударяйте еще раз молоточком не сильно это не физическое упражнение а эзотерическое после этого такой медную монетку на перекрестке закапываете и дальше живете считается что на протяжении 4-7-9 месяцев после того когда монетка хоронится на перекрестке проблема с деформацией стопы или с вот такой вальгусной деформации исчезает ну вот эзотерический метод ирина серафимова добрый день дочери 93 год было три операции последная внимательная беременность 21 переживет будет ребенок будет дети у нее все в порядке не переживайте такое бывает в этом году вообще очень тяжело рожаются дети очень тяжело во всем мире но в этом году сейчас происходят некие изменения они эзотерические энергетические эти изменения связаны с тем что после того когда умирает огромное количество людей именно сейчас это происходит к сожалению это ужасно потому что со стороны украины погибло уже сто тысяч человек это огромное огромное количество людей со стороны врага неизвестно сколько там погибло но мне не интересно я могу сказать что это не имеет объяснение я считаю что поддерживать любом видом там то что сейчас происходит и поддерживать эту войну которая ведет россия против украины зная что погибло сто тысяч человек зная что уничтожаются люди зная что стреляют ракетами крылатыми они попадают в дома сегодня дорейти попала в дом николаеве зная о том что сейчас в николаеве нет воды зная о том как происходит это все тем не менее хочу сказать что мир устроен по принципу восстановления духовности у людей и выкупом вот такой духовности является смерти людей именно поэтому из-за того что погибло огромное количество людей при скорби очень много людей сейчас сохранят свои семьи у них появится теплые отношения друг другу и так далее это называется отдать человеческие долги сейчас же нет иисуса христа который может забрать долги людей сделаю так чтобы весь мир вновь перестал гулять и начали друг друга обожать но и вот такие долги они учитываются за счет вот таких войн разрушений так далее поэтому как ни странно в этом году люди будут жить лучше как это будет проявляться будут более тепло относиться относиться друг другу будут более хорошо сохраняться семьи потеплеют отношения между мужчинами и женами мужчины будут меньше гулять но минус заключается вот в чем мир устроен еще по определенным эзотерическим принципам о которых говорили очень знаменитые эзотерики тресмигерист было сказано о том что в случае если где-то убивают где-то забирают таким образом убивая людей вот так просто так забирают тех детей которые не рождены именно поэтому вот этот молох который сейчас существует который съедает огромное количество людей из-за войны съедает дополнительно еще не родившихся детей именно поэтому в этом году будут увеличиваться проблемы с зачатием и вынашиванием детей тем не менее знаете мир продолжает жить и хочется чтобы он не только продолжал жить а чтобы люди в этом мире были счастливы и чтобы прекратилось бойня а на пьяк дякую за великую допомогу нам и вашу науку в эзотерике хочу побажать вам софиеву то вашей семьи багато радостей достатку любови то запитати вас чина правильно мою шляху то скоро выйду замуж на правильном скоро выйдете ну не очень скоро но выйдете дякую за великую відповідь найкрасть побежали ваша учениця дякую вам она вы дуже гарна и дуже родливая жінка ту же она тут ус тут ус титус андреевич буду дуже рада вашей школе скажи будь ласка мантры читаются с открытыми очима да мантры читается только с открытыми глазами ольга ольга килька роков тому вы мне сказали что я не выйду замуж скажи чи можливо это сменить и може застрити людину з якого я буду счастлива дуже дякую що не залишайте нас и нелегки мира на москве ударом якщо це ваше фото якщо це ваше фото тут то выйдете замуж якщо не ваша то сказать сейчас ничего не могу ставки правильные фотографии юлия булаткина здрасте андрея день всегда жду ваш вебинар с большим предвкушением чудо ранее была замужем трое детей интересен вопрос выйду ли я в ближайшее время удачно не как первый раз замуж не выйдите в ближайшее время замуж выйдете ли вообще замуж до удачно до виктория гур здрасте андрей андрей сыну 10 месяцев беспокойно спит часто просыпается вечером с криками почти сразу после того что заснул так бывает по несколько раза вечер может есть какой способ помочь малышу это называется у него это может быть самым невероятными самыми такими драматичными заболеваниями я считаю что время обратиться к неврологу и кардиологу потому что это может быть остановка сердце это могут быть какие-либо патологии связанные там судорожными проявлениями так далее не нужно тянуть у маленьких детей это может быть недостаточным количеством кальция часто дети в случае если вскакивают а не хватает кальция и нужно посмотреть если сейчас препараты кальция для вот таких детей десять месяцев часто просыпается вечером с криками это может быть у детей еще и с пугом таким образом выводится из берете яйцо куриное крест накрест сначала вокруг груди спины под мышками потом вокруг головы потом яйцо разбиваете в водичку со словами господи простите выливаете в унитаз вот таким образом из пух убирается читать молитву или мантру никакую грудным детям не нужно обычно должна сделать бабушка второй вариант берется подол на которой женщина писи после этого этим подолом вытирает ребенку лицо и тело после этого не смывают и течение суток там аж вечером купает ребенка это тоже убирает вот такие спуги таких методов хватает наталья ходунова андрей андреевич дошла до 6 ступени и все так запуталась моей жизни скажите чем не заниматься в каком направлении могу найти себя спасибо вам большое за возможность быть ученицей не вижу вашей фотографии к сожалению вот вижу ваш фотографий все будет хорошо получаться с торговлей торговли связано красивыми вещами будет получаться торговля одеждой брендами вот такая такой вот все будет получаться юлия городкова возможно вы ничем не всем ответим все же попробуем моей жизни были три мужчины с последним мужчиной прожила в гражданском браке 8 было плохое хорошее но год назад он умер недавно его сестра познакомила мне с мужчинам грузин но между нами километра часть а по видео уже почти два месяца появились очень теплые чувствовать три недели еду к нему на знакомиться мучается мнение что это зря очень хочется узнать как сложится все сложится самым лучшим образом вам это понравится вы правильно поступаете вы не пожалеете юрги заказаны вечера здрасте андрей здесь пожалуйста если можно чем не заниматься улучшить финансовое состояние партнер с продажами не получается хочу поменять профессии живу в литву живу в литве смотрите на сегодняшний день есть целые технологии продажи через интернет пишите в интернете обучение торговли в интернете на рекламных площадках и обучаетесь и проходите обучение как размещать свои магазины как создавать свои магазины как их пиарить как их продвигать как находить свою аудиторию в литве и так далее и так далее чем заниматься если вы хорошая партнер то тогда становитесь еще и хорошим маркетологом который будет правильно продавать свою свой товар не нужно ничего менять обучаетесь татьяна знакова скажите пожалуйста получится моего брата купить дом в этом году нет любовь осипова посоветуйте что нужно сделать что поездка детей в наше непростое время прошло благополучно успешно и будут ли дать взять им всегда вместе будут и поездка пройдет хорошо валентина лунгу пожалуйста если можно узнать если разница когда снится ребенку когда снится взрослому что снится дочери 10 лет приснешь что через окно в спальню зашла девочка с рыжими волосами со своей мамой через день мужу приснился на кровати ребенок из-за своей тяжести кровать начала подниматься сбоку спасибо вам большое за ответ когда снятся дети то это всегда в дорогу когда снятся дети а если снятся рыжие волосы это очень хороший сон и так богатой жизни волосы эта жизнь богатая в случае если пришла со своей мамой то это кармически это значит передается ей за что-то вот судьба родственников которые видимо были тоже богатыми если ребенок приснился и тяжесть такая началась это говорит о том что будет дорога дорога будет такая тяжелая наверно основательная но нужно это может быть еще хорошим это может быть еще отдачей долгов если дети маленькие снятся если дети маленькие снятся красивые розовые тяжелые большие и так далее то это к теплым отношениям к любви крепкой любви влюбленности и так далее бантина рубан спасибо что помогаете даете надежду главный вопрос сейчас для всех когда закончится безумие война война закончится когда русские войска выйдут с территории украины и она закончится скорее всего в феврале месяца 2023 русу и катерина скажите пожалуйста получится моего сына с бизнесом будут внуки у меня получится с бизнесом будут внуки будут внуки вячеслав гунько я сейчас нахожусь во франции как переселение довольно длительное оформление социального статуса здесь медицинской страховки трудоустройства скажите мне лучше остаться здесь или вернуться в эстонию куда меня волонтеры привезли из россии или же выехать в англию так как я хорошо знаю английский язык из всего что вы перечислили англия для вас самая реальная денис тихонравов подскажите профессиональное занятие по жизни на что обратить внимание на какую сферу на какую сферу делать фотографию главу фотографии ответил сейчас не могу все что связано с автомобилями все что связано с программами сферами услуг перевозками все будет получаться людмила павла скажите по красные черты для чего используются красный цвет красные черты является чертами защищающие человека является красный цвет этот свет всех проявлений красных божеств допустим если вы читаете мантру если вы читаете мантру гонапати он гонапатии на маха то проявляется образ уже ганеши но который не имеет светлый цвет привлекающий деньги а цвет имеет красный защищающий ваш бизнес если мантру маги подмахун то тогда врагов уничтожает если мантру он таре-таре то тогда проявляется разрушение всех кто является теми людьми или теми энергиями которые мешают семье совместно жить хорошо то есть там если читать он таре-таре и читать на семью или там мантру допустим на масса рвота тагатанам кирикири муру-муру корона короне что мы падая говорите срок хамена сайсора допустим если читать такую мантру то она обычной жизни соединить всех в семье и сделает так чтобы все в семье друг друга обожали если читать на красные чертки вот такие то тогда уберет все препятствия любовниц там я не знаю блуд какой-нибудь омрачение что-либо еще что мешает семье быть вместе вот есть мантра он катере катероса гроссомани сухо она объединяется и всю семью но так бывает что в семье появляется кто-то кто плохо относится и там детям плохо относится к вам хорошо и вы не можете выгнать человека ну вот такое бывает или есть какая-нибудь третья сила которая влияет на семью так чтобы в семье там скандалы получались и так далее так вот чтобы все помирились хорошо читать на любые четки а для того чтобы убрать вот такого негодяя который вредит семье то читать мантру катере катероса гроссомани сухо лучше вот на такие чертки красного цвета сейчас нахожу светлана ткаченко скажите пожалуйста нахожусь в польше с двухлетним ребенком не замужем стоит ли мне оставаться или будет лучше вернуться в украину будет вернуться в украину лучше скажите как часто можно проходить обряд убирания зла в записи сколько хотите безопасно ксения кучеренко скажите будь ласка можно заветать до вас в липни на офис чтобы отрывать и духовное имя умовы знаю дякую мы не заразны бываю офисе я не принимаю зараз пока еще ксения кучеренко не можете сказать как получить имя в школе с девятнадцатого года просто две бесплатные ступени пользуюсь базу и слушаю вебинары напишите мне в телеграм я в телеграме отвечаю и в телеграме очень часто даю духовное имя вы можете ко мне не ехать можете обратиться к оператору нашего сайта любого дырка гуру дырка марки тебе там формула . ком и так далее и обратившись к операторам они обратятся ко мне и попросят для вас духовное имя и я вам его там часто я не беру за это деньги но правильнее было бы дать какую-нибудь сумму для того чтобы я купил там просто потому что духовное имя получают через спроса то вы деньги когда отправить и я на эти деньги пойду куплю себе все там люблю авокадо эрика вылыка доброго вечера андрей андреевича всем участникам я рабыла практику не каждая пускасывание долгучий все было правильно да сделали правильно но все-таки продолжайте работать так чтобы горела свеча и сжигать это на свече ольга фой добрый день 3 здесь подскажите какой стране мне лучше развиваться больше литвали вернуться в украину вот в литве хорошо но в украине лучше всего будет лена лена что такое с точки зрения эзотерики психические расстройства можно ли такому человеку карта самому выйти из этого состояния очень сложный вопрос он такой всеобъем вещи или всеобъемный такой вопрос и с позиции эзотерики действительно бывают три принципа эти три принципа звучат так первый принцип читается на эзотерическом плане что жизнь человека в оболочке энергетической то есть если убрать физическое и все интересное что находится в мире то останется душа считается что душа она находится на уровне сердца или на уровне груди и душа это самое важное что есть у человека сверху над человеком поля высших сил которые светлые которые отвечают за то чтобы у человека происходили хорошие события внизу находятся поля темных сил которые отвечают за то чтобы у человека были омрачения там находится там астральные существа люди которые были негодяями которые попали туда в чистилище и так далее вот когда у человека по каким-то причинам происходит разрушение энергетического кокона в нижней части его тела то через эти места в его энергетический кокон проникают вот такие души умерших или голодные духи потерявшие самоидентификацию или астральные существа и как это происходит человек живет и вдруг внезапно в его голове появляется какой-либо негативный разговор это может быть голосом чужим мат или там крик или ржание лошадь или еще что-то самый простой метод когда человек еще как бы не подвергается внедрению такой энергии ясновидящие видят психическое заболевание человека как две огненных точки или это называется по-другому светящийся глаза гарантированно если у человека светятся красным или светятся как две сигареты глаза нужно определенным образом просматривать тот человек сто процентов является человеком психически нездоровым в нем находятся сущности такие сущности убираются каким образом их нужно выталкивать из себя то есть если вы определили откуда вы идет разговор мысленно не вслух нужно эту сущность послать сказать ты не мой голос ты не мое сознание пошла ты или пошло ты оттуда оттуда другой вариант этого всего это есть такие есть китайская система китайцы считают что когда у человека между ног начинает светиться белым светом то это является энергетической пробойной через этот дух белый заходит тоже человека есть еще альтернативные теории считается что грибы которые живут на планете земля обладают разумом под землей они между собой связаны и влияют на астральные поля создавая внедренческие элементарии которые вникают или проникают в человеческое существо выдавливая его осознанности и так далее борясь за его душу осознание мозги находятся в голове голова в ней происходит пробой на человек очень сильно мечтает существует физиологические проблемы это когда человек очень высоко поднимает глаза и очень сильно мечтает о чем-то или очень опускает глаза вниз и драматизирует и чувствует угрюмость и депрессию и так далее это такой некий физиологический принцип распознавания людей со склонностями к психическим каким-либо заболеваниям есть кармические еще прегрешения которые делают человека психически больным в кибетском буддизме говорят о 23 у трех духах и так далее я практикую длительное время работу с физически больными людьми и могу сказать что действительно существуют определенные методы которые могут помочь психически больным людям справляться со своими заболеваниями сейчас я их к сожалению вам не могу здесь давать но есть мной записанный семинар он называется он называется устранение там порчи сглаза устранение порчи сглазов и там насколько я помню три части там я рассказываю 20 7 классах духов о том как это необходимо убирать там и даже рольфинге очках в общем очень большое количество информации самый простой способ убрать из себя физическое заболевание случае если вы это ощущаете чужой голос или нервные состояния или что-то что возжимает это выбрасывать из себя или выдавливать из себя и при этом посылать также помните я говорил об этих трех словах которые устраняют у человека страхи депрессии панические атаки этот ряд сыпь из теплового и препутав помните наверное диана назарова спасибо за ваше знание прошла 73 74 снг по записи сильная слабость разбитость прошли после этого я храню свои сбережения в долларах я беспокоюсь что не обесцениться нет не обесцениться может их привести в местную валюту живу в средней азии храните доллары потому что если местная валюта то тогда обесцениться сто процентов до доллары будут снижаться их покупаем теленая способность будет снижаться но это будет все равно лучше если сейчас вкладывать местную валюту радужу спасибо огромное за знание вопрос чем лучше заняться перманентным макияжом или плести косички макияжем луч виктория манученко мой муж может поехать в рейс заранее спасибо за ответ сейчас нет татьяна руснак старение плаценты для ребенка угроза есть раньше может родить если стареет плаценты есть такое то тогда этого не хватает магния и не хватает веществ с азотом то есть необходимо активное дыхание раз большое количество воды 2 то есть пить побольше воды и 3 обязательно магний и тогда а витамин омега-3 и тогда можно удержать и предварительных проблем с рождением ребенка не будет оксана макарова скажите пожалуйста получится ли нам быть вместе и навсегда с моим любимым мужчиной через два года как мы это планирую конечно оксана красивая жизнь валентина бенькова собираемся с дочкой выехать с детства в закарпатье на время очень переживаю удачно удачно тряпчикова алена подскажите сложное отношение с мужем скажите как мне сохранить семью или лучше расстаться очень нужно 20 лет боюсь ошибиться в своем решении чтобы не навредить ей у меня двойняшки давно задумалась над этим вопросом так как муж моряк долго не дома понимание не по многим вопросам чувствую себя одинокой брать не знаю что лучше делать продолжать сохранять семью или нет продолжать сохранять семью делайте все для того чтобы ваша семья сохранялась говорю это серьезно это правильный поступок не переживайте у вас еще надоест отношения и надоест его постоянное присутствие еще будете вспоминать то беззаботное время когда мужа рядом не было все в порядке он живет для вас работает для вас ну и когда-то это закончится еще поживете вместе не переживай на тяна горбачь андреевич у меня к вам огромная просьба всех кому рассказываю вас хотят стать вашими учениками но у большинства есть сложности приобретением ступени так как они еще не понимают что за продуктом сложно выделить из бюджета сумму можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику дальше что вы так первое я не буду сейчас выкладывать первую ступень бесплатно пока этого возможности не будет второе если люди не хотят приобретать ступень и есть огромное количество информации которая выложена бесплатном доступе в youtube на моем youtube канале там около наверно 300 вебинаров бесплатных есть целевые видео там магии денег какие-то обряды и так далее пусть они это все слушают и приобретая можно ли не ученикам школы заказывать атрибутику конечно данный сайт был сделан не для учеников школы конкретно для всех людей кто хочет заниматься эзотерикой магией оккультизмом все это было создано для как магазин наверно сувениров елена подскажите ребенку можно прокалывать ушки как это леет эзотерически хорошо еще вопрос дома ракушки можно хранить смотрите когда прокалывают уши и мочку ушей то это обозначает верность в этом и элемент вот почему женщинам вставляю губу тарелку почему уши прокалывали это верность почему мужчина прокалывает ухо это тоже верность именно поэтому правое ухо это верность служение левое ухо это верность принятия то есть там допустим мужчина говорит там я не принимаю сына вот со словами теперь будешь любить моего сына прокалите ему левое ухо и деньги туда сережку и он будет его обожать пока будет носить поэтому если девочкам прокалывают уши то тогда это верность это верность служению своей семье верность маме и там быть подругой сестру сестре верность это хорошо в целом такие обряды хорошие с проколом гражданский муж с которым прожили 10 лет начале войны оказался в оккупированном донецке похоронил там отца вернется ли он ко мне в центральную украину сейчас связи практически нет он не скоро это будет татьяна но вернется дарина боровик помогите у отца псориа сборемся больше 20 лет что только не пробовали ну вот так вот челчком не получится это отдельная программа и и необходимо прописывать внешне очень помогает избавиться от псориаза наш препарату называется и и затон и затон в виде бальзама на псориатические бляшки сейчас когда будет лето необходимо собрать мул которые есть в озерах и вот таким мулом который в озерах густой липкий и жирный им необходимо смазать места пораженные псориазом а лучше все тело сделать это необходимо 10 дней подряд 15 дней подряд высыхает этот ил на человеке после этого можно зайти искупаться такой обряд вот ну не обряд а такой вот метод он очень эффективен как это работает дело в том что бактерии которые находятся на коже они создают процесс появления данного заболевания я тоже болел данным заболеванием после онкологии и мне вот лично очень помог препарат мускус мускус также когда-то принимал винную винный камень и мне помог мускус я принимал по чайной ложке на стакан воды 2-3 раза в день и помог винный камень который мне человек тоже посоветовал я принимал винный камень там по чуть-чуть у нас винный камень находится в препарате он называется нефромакс нефромакс можно попробовать мне лично в свое время помог и зато он я смазывал помог винный камень и помог мускус спиртовой прямо очень-очень помогло ну а попробуйте очень хорошо насколько я знаю помогает плазмофорез то есть снять это все есть целый семинар я его посвящила посвятил царе азу можно набрать ю тубе андрей дуйко лечение псориаза и там огромное количество рекомендации винета витина хэлло адуйко у нас есть проблема в доме уже несколько месяцев не можем с мужем спать в одной кровати не можем уснуть сон уходит это происходит только нашим доме а в других местах проблемы нет много раз очищали дом энергетически но ничего не меняется сон исчезает можно здесь как-то помочь нам спасибо огромное можно необходимо той энергии которая вам мешает дать имя сказать нарекаю тебя и дальше сказать именем там петя сереже и так далее поставить где-то блюдце с молочком и какое-то время вложить туда молочко его смывать после этого сказать зайти в чулан и сказать с этого момента я приглашаю чтобы ты здесь находился и служил мне и не мешал нам и после этого в блюдце с которого вы кормили положить сверху серебряную монету дух который вам мешает будет находиться под серебряной монетой на этой тарелочке и уже с этого места из чулана не уйдет после этого какое-то время это должно находиться там год или там несколько месяцев потом можно эту серебряную монету убрать дух жить с вами больше не захочет муж очень сильно добрый человек но на данный момент настолько дошел что стал плакать как маленький ребенок лишь бы никто не пострадал если мужчина или женщина беспрепятственно и очень сильно начинают плакать это говорит о судорожных накоплениях первые признаки эпилепсии обычно начинает с того что человек начинает плакать обязательно сделайте энцефалограмму обратитесь к неврологу также ряд заболеваний сердечных особенно начинается как раз того что человек становится таким не раздраженным а вот становится плаксивым и так далее обязательно обратитесь к неврологу и кардиологу возможно это не связано с тем что он добрый или недобрый это связано с физиологическими процессами они известны эти физиологические процессы в медицине я как человек который изучал медицину могу сказать что они описаны в литературе ставлю ему примерование что страшнее не может быть хотя у самого диабет сильно переживая полгода жизнь как в аду спасибо родненьки отвечайте на вопросы надеюсь ответил наташа митичен вам дорогой учитель за все что делаете для нас все возможное невозможное пусть вам вернуться в 100 крат больше у меня находится в оккупированной территории милитопского района сын трое деток ситуация одна из неприятных до собирается выезжать получится получится заранее низко клане с большим уважением к вам все нормально все получится алла кабзаренко андрей андреевич обновленной ступени прошла 7 марафон с огромной радостью приобрела несколько атрибутов один из которых браслет серебряный всеми символами посоветуйте как правильно носить его и кольцо нак чтобы можно было прочитать на смотря на руки и наоборот вот носите его на безымянном пальце правой руки имеет значение лучше всего на правой руке браслет тоже в случае если у вас бизнес активный и хотите чтобы у вас увеличился приход денег налево если договора подписывайте на правой они все работают эти символы очень мощные энергетические можете носить правда очень все работает татьяна минько кстати несколько слов еще и символа в данном моменте на нашем сайте дуйко . маркет проводится распродажа атрибутов магического и оккультного значения это алтарные столики ваджры пор бы артефакты всевозможные эзотерические атрибуты для занятия магии оккультизмом вы можете сейчас получить прямо сегодня на нашем сайте от 20 до 25 процентов от стоимости данной атрибутики поторопитесь потому что скоро акция закончится татьяна минько спасибо за то что вы всегда с нами вы наш путеводитель спасибо меня интересует моя дочь данный момент работает в красном кресте швейцарии переводчик с нашими беженцами помогает им чтобы быстрее адаптировали стране есть свой детсад в италии хочет его продать открыт швейцарии вопрос стоит ли делать да стоит ли работает красном кресте нет а заниматься садиком до получится в швейцарии сможет ли она продать детский сада алла кончиц посоветуйте что делать чтоб сын поскорее женился каждое утро представляете будто там где его пуп вы видите бублик золотой который светится как солнце тогда быстро выйдет замуж наталья павлова на вашем сайте дойку гуру есть статья и мантра от негативного влияния планет вражек рот хай махада в статье говорится что эту манту вы даете на четвертой ступени можно ли мне ее читать если я прошла стоит можно дочитайте там донат для всех наталья ты хочется услышать ваше мнение знаю вы много помогаете людям спасибо большое вам не старший сын он слепой с рождения сына зовут рома очень хочется узнать его будущее правильно ли вы выбрали в музыку его здоровье очень много болезней переживая правильно выбрали жизнь будет счастливая сможет многого добиться здрасте андрей андреевич мне 25 лет слушаю шум и каждый день говорю себе что я стану богатым успешным молодым парнем вы молодой но в жизни полный стоп не знаю чем заняться в каком направлении двигаться не могу ни за что зацепиться долгое время чем заняться чтобы максимально самореализоваться заранее спасибо за ответ начинайте как можно больше смотреть в youtube таких видео которые называются там бизнес в гараже чем заняться не выходя из дома ориентируйтесь на производство чего-либо станете со временем богат игорь полищук андрей андрей как бороться с диабетом и жировым гипотозом жировой гипотоз вот смотрите жир особенность жира жир является особенностью нашего организма и жир необходим для того чтобы у человека из жира вырабатывалась жидкость вода наш жир из 100 граммов жизнь жира человек может получить 1 литр воды такой экзогенной да она называется таким образом случае если человек в случае если человек начинает поправляться и в нем начинает накапливаться жир то что хочет организм в этот момент ответьте сами организм хочет пить именно поэтому жирные люди должны знать что они должны увеличить количество употребления воды я гарантирую если человек начинает употреблять больше количества воды и больше ее тратить то одну там физические упражнения то очень быстро начинает худеть проверено на себе второе диабет диабет 2 типа которым вы кстати болеете тоже связан с тем что инсулин накапливается в жире и как работать с этим аналогичный метод пейте побольше воды занимайтесь активным дыханием уберите алкоголь и сладко измените рацион питания тотально начинайте поститься поститься лучше всего в среду и в понедельник и в четверг когда вы будете поститься старайтесь поститься так чтобы пить воду в большом количестве если поститься один раз или два раза на протяжении недели то посвящайте это вот чему смотрите сегодня для вас вот такой вот есть принцип каждый раз когда суббота совпадает с луной то есть если полнолуние это полнолуние в субботу то обычно в этот день происходит праздник он называется в индии кадаши праздник который обычно посвящен богу соми которые или богу соми который через огни исполняет желание и считается что именно в этот момент человека слышит бог но слышит его определенным образом что необходимо сделать все страдания которые вы должны посвятить однодневный голод чему-либо вот до этого записал здесь вася лучев написал не могу зацепиться за долгое время вот в такую и кадаши ночь или вот в такой допустим день четверг скажите сегодняшний день голода я посвящаю тому чтобы в скором времени найти хорошую работу и постарайтесь все свои страдания в это время посвящать тому что в дальнейшем они заменятся на радость скажите пусть то что в жизни вызывает страдания безденежья я выплачиваю своим голодом взамен принимают скорая возможность стать богатым человеком такие такие системы они очень широко распространены в эзотерике они как раз и является может быть даже такими ключевыми и особенными для жизни человека буквально сегодня разговаривал женщиной она живет в италии и у нее не очень хорошо процветал бизнес свое время ей посоветовал такой она говорит андрей андрей первый раз своей жизни я провела такое голодание один день я не ела и старалась не пить но ей можно на худая и после этого у меня начали заказы андрей ночь как это работает ну вот она вот так работает то есть не получается больше есть долга и долг можно долг который нужно выплатить в виде страдания то есть вы создавали страдания у кого-то и те люди у которых вы создавали страдания они об этом помнят и хотят чтобы вы им вернули долг и вот этот долг мешает вам быть богатым человеком или успешным и так далее ну и вот необходимо отдать вот таким стенанием я когда-то говорил желание исполняется ли вида в виде если человек производит стенания в своей жизни которая проявляется виде голода это могут быть тяжелые физические упражнения это может быть боль какая-либо и второй вариант это радостью то есть тотальная радость и но это гораздо сложнее с диабетом живым гепатозом жировой гепатоз лечь самым препаратом гепофит и бетулин и tantal диабет препаратом гликоцитрохромин жир стресс и глюконорм принимайте обязательно обратитесь к эндокринологу пусть все же эндокринолог посмотрит на ваше состояние и печени и поджелудочной железы возможно назначит вам правильный препаратом метформин или какие-либо дополнительные препараты алюсе кви . обряд сердечный со мной работает да пока нет изменений все будет не переживайте старайтесь следовать советам все будет хорошо не помни при ну не переживать она сибанюк подскажите можно ли как-то защититься от свекрови который постоянно бегает по бабкам гадалкам у нас семья уже распалась она никак не может успокоиться на самом деле обычно свекровь она не разрушает судьбу своим детям она ее ломает себе а если бы вы на это не обращали внимание той в вашей жизни все было бы хорошо а так вы создаете элемент который называется страх смотрите как рвется энергетический кокон человека когда человек испугался в этот момент в коконе появляется дырка а когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха почему прорвется просто происходит это человек боится сжатия происходит когда человек радуется расширения и когда вот смотрите я принимаю что-либо что я делаю идея тебя поцелую смотрите что я сделал с руками расширил мне говорят мы хотим денег давать давайте хочу вас обнять давайте здоровья вам по хорошо хочу в гости к вам приходите ну вот видите что человек делает он расширяет то есть он расширяет свой энергетический кокон а когда человек говорит ой боюсь боюсь ой как страшно страшно видите что он делает жмурится и сжимает руки то есть его энергетический кокон сжимается когда он сжимается то за счет сжатия кокон неэластичный происходит с 2 по лепесткам энергетического кокона обычно их у человека два или три Происходят трещины вот в этих местах Они проходят первый листочек по левой части тела Второй листочек по правой И третий листочек по передней части И сзади обычно закрыт листочек Ну а у колдуновых вообще там 12 есть и 16 и так далее У обычных людей 2 Обычно сжимающийся энергетический кокон Приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны На уровне желудка с левой стороны Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона Это тяжелые гастриты Либо заболевания сахарного диабета Заболевания печени Дискинезия желудочных протоков Желчекаменная болезнь и так далее Заболевания почек Мочекаменная болезнь и так далее Все это в комплексе является энергетическим страхом Когда человек боится И что же нужно делать? Не обращать внимания Вообще говорит, да пошла она Вообще ее не боюсь Не боитесь и говорите, да ее вообще люблю Хоть она и смешная Но точно не боятся Боитесь-подверженный влияние Смотрите, человек боится бизнесом заниматься Человеку, человека страхи Человек боятся общаться Человек боится выходить Человек боится заходить Это все сжимает его А нужно наоборот Побольше Человек Побольше позитива Побольше радости Побольше счастья Побольше позитива, радости, счастья И человек расширяет свой энергетический кокон В него попадают другие люди В него попадают целые системы Расширяя энергетический грегор И так далее Увеличивая ментальный Ментал свой И так далее Это все в дальнейшем Приводит к тому Что человек становится более успешным Здравствуйте, Андрей Андреевич Мой брат женится в этом году Или в следующем В следующем Скорее всего в следующем В этом нет Людмила Антропова Подскажите, работают ли шепотки и заговоры Так как мантры Или это другая магия Работают Мария наверху Но эта магия другая Огромное спасибо за вашу поддержку А сейчас осталось без работы По месту жительства Ничего не получается найти Рассматриваю варианты за границей Стоит ли ехать на заработки за границу Да Ксаток Ксатуна Открыли мороженое И началось То машина испорт То канализация Карниз упал Надо менять зуб Начал болеть Сплошные расходы Еще свекруха Не надо этим бизнесом делать Не получится Точно как вы описываете Начала делать практики Со второй обновленной Медленно начали продавать мороженое Что еще сделать Как вести себя Тотально радоваться Тотально радоваться Тотально принимать Тотально обниматься Делайте все для того Чтобы как можно больше Ощутить Что тот мир Который вокруг вас Не нападает А вас любит Если ощущать Что не нападает А любит Жизнь И бизнес Будут расти Записалась на курсы По смене Семи менеджменту Скажите ли Могу найти работу Конечно Сможете Не только сможете А сможете быстро Мой зять выиграет Суд по поводу наследства Все затянулось Чем можно помочь Первая ступень Школы Кайлас Там я рассказываю Но выиграет или нет Скорее всего выиграет Ксения Алтун Вопрос такой Можно ли возвращаться В город Мариуполь Восстановится ли он И когда Ну Вопрос ваш Он такой В случае Если вы находитесь Сейчас на территории ДНР ЛНР Или Российской Федерации Не торопитесь Туда возвращаться Потому что Сейчас там Ну очень тяжелое состояние Нет воды На улице готовят пищу Нет света И небезопасно До сих пор За самим Мариуполем Огромное количество Могил Просто там Бесконечные поля Могилы Похоронено Там Десятки тысяч человек Сейчас Не торопитесь Если вы на территории Украины Сейчас Находитесь Не едете Сейчас Это Небезопасно Любое Пересечение Границы Со стороны Территории Украины И в территорию ДНР ЛНР Будет Сто процентов Для вас Неблагополосим Светлана Стрюкова Я ваша ученица Прошу совета Оставаться Ли сыну Семьей В Польше На ПМЖ Или возвращаться Домой В Керсон Пока Живите В Польше Ирина Викторовна Ученица Обновленная Не считая Бесплатно Ваше мнение Карты Второй Это работа С посторонним Миром Или эта энергия Высшего уровня Нет Эта энергия Не высшего уровня Эта энергия Объяснения Работы Генитурного Вектора Человека Снимаются Образы Отпечатки Которые Написаны На судьбе Человека И эти Карты Показывают В случае Если Карты Показывают И то Что происходит Совпадает То тогда Человек Не вредит Человеку Его Работа Для него Оценивается Как Хорошая Работа Случай Если Вы Предсказываете События Изменяют Судьбу Человека И ваши Карты Работают Неправильно То в дальнейшем У человека Появляется Заболевание Обычно Это Сердечные Заболевания Заболевания Сосудов И так далее Одним словом Показывая На картах Не обманывайте Людей Найду В этом году Достойного Мужчину Нет Не найдете Лариса Тимонина Очень восхищаюсь Вашим Добрым Сердцем Ученица Четвертой Ступени Будет Ли у меня Моя судьба И станутся Лежить Швейцария И возвращаться В Украину В Украину Придется Вернуться Лана Павленко Добрый день Пять лет Болезни Отступает Как ее Отводить За себя Не ко мне Это его фото Чье фото Хорошее Мое Вереника Экин Ти Спасибо Вам За все У семьи Мужа Огромные Проблемы Полгода Но никак Нет Просвета К лучшему Боюсь Лишь бы До убийств Не дошло Из-за долгов Сделанных Братишкой Дадут им Кредит Чтобы решили Проблемы Нет Он сможет Выплатить Медленно Но плавно Не сдаваясь Все вместе Вы все вместе Ваша семья И он Все повыплачет Никого не убьют Да Будет тяжело Всем долго Татьяна Надбережна Хочу задать вопрос Мне оставаться На моей работе Которая сейчас У меня есть Ну Показывает Что лучше Нет Татьяна Каминская Смогу ли я Осенью вернуться На Украину Дам Жанна Данилова Мой сын Пошел служить Стоит ли волноваться Ну Нет Не стоит волноваться Он останется Жить Все будет Хорошо У него Как об стену Бьюсь Чтобы Уволиться Получил от вас Ответ На мой вопрос Надо ли это сделать Но кругом Ступор Все прахом Аж силы Истощились Все понемногу Дома ломается Сын запил К чему бы это Надо ли двигаться Дальше Воевать Система Я двигаюсь Не туда Воевать Система Не нужно А вот то Что сын запил Является Правильным Элементом Когда человек Выстраивает Судьбу Счастья То Тот мир В котором Он находится Он должен Ломаться Почему Радость И удовольствие Получение Ощущения Счастья Ощущение Будто Мир Хочет Помогать А не вредить Расслабленность Ну и на первом месте Преодоление Собственных Страхов Как вернуть Утраченную Радость Жизни Депрессия Как таковой Нет Полная Равнодушие Ничего Не радует И ничего Не печалит Обычно В случае Если женщина Пишет О том Что радости Нет Ничего Не радует Ничего Не печалит Это говорит О том Что она Чуть Чуть Разлюбила Себя Нужно Каждое Утро Произносить Себе Слова Ты Самая Красивая Самая Офигенно Ты Мне Так Нравишь Мои Ручки Мои Ножки Ты Мое Солнышко Начните Чуть Чуть Заниматься Физическими Упражнениями Потому Что Любая Физика Снижает Количество Эстрадиола Тестостерона Также Помогает Увеличить Прогестерон Дофамин И это Все Очень Хорошо Меньше Кушайте Сладкое Дышите По методу Патрула Долкара Вернете Утраченную Радость Ее у вас Никто Не Украл Светлана Рудзатая Здравствуйте Будет ли В моем Сыну Все Хорошо Женится Леон Будет Дети Будет Да Мила Москалюк Ученица Ступеней Недавно С мужчиной Что-то Чувствую Не то Поведение Странное Не нужен Вам Не нужен Поступить Решить Не нужен Этот мужчина Вы правы Не нужен Действительно Неадекват Ягебедава Здравствуйте Уважаем Учитель Можно Принять Эзотерика Это Преднаука И что-то Еще Эзотерика В моем Понимании Это Наука Изучающая Везение Другого Человека Я Для себя Объясняю Свою Эзотерику Которая Отличается От Эзотерики Которая Пропагандирует Кто-либо Именно Поэтому Меня Называют Горе Эзотериком И так Далее Я могу Сказать Что Моя Эзотерика Это Моя Идея Как С помощью Невидимых Элементов Изменить Судьбу Человека В сторону Тотального Везения Я Обычно Говорю Что Объяснить Почему Человеку Тотально Везет А Другому Человеку Тотально Не Везет Может Только Что-то Необъяснимое Вот Я Попытался Разобраться В том Что Такое Везение И Попытался Разобрать Эту Тему И Из Нее Создал Вот Такие Механизмы Изменения Главного Принципа Который Называется Принцип Везения Поэтому Когда Человек Долго Занимается По Моей Эзотерике Хочет Он Или Нет Он Сто Процентов В дальнейшем Придет К тому Что Ему Будет Тотально Везде Всегда Очень Вести По Жизни То Есть Это Везет В деньгах Везет В семье Везет Здоровье Везет Во Всех Молодости В счастье Во Внутренних Отношениях Вообще Доказано Моей Жизнью Достаточно Успешный Достаточно Богатый Достаточно Решительный Отважный Достаточно Влюбленный Достаточно Счастливый Дети Победил Онкологию И так Далее Это Самая Настоящая Эффективная Эзотерика Я Старался Даже Не брать Методы Которые Преподает Другая Эзотерика Почему Я Решил Рассмотреть Этот вопрос Не с позиции Подчеркнуть Что-то Где-то У кого-то А с позиции Все-таки Создание Уникальной Авторской Системы Или Авторской Методики Ну а там Начало Получаться Так Когда Что-то Новое Делал И занимался По этой Методике Появлялось Что-то Другое Ну и Вот так Произошло Наверное Эволюция Той Эзотерики Которые Называют Эзотерикой Ее Нужно Изменить И название Нужно Дать Другое Потому Что В целом Та Эзотерика Которые Я Рассказываю Это Наверное Каша Малаша Которая Сделана Ну и Совершенно Каких-то До этого Неизвестных Методов Это Методы Использования Шумов Ситхи Саунд Каких-то Символов Язык Магов И так Далее То есть Очень Очень Много Такой Очень Уникальная Авторская Информация Здравствуйте Скажите Приедет Мой сын В этом году Жить В Украину Скорее Всего Нет Ирина Косницкая Мне 50 Выйду Ле Замуж Скорее Всего В этом Году Нет А В следующем Когда То Выйдите Будет Ли Своё Отдельное Жилье Будет Ирина Андреевская Спасибо Вам За Что Вы Делаете Для Людей Как Вылечить Шизофрению Ответил Ранее Подскажите Пожалуйста Не могу Сделать Выбор Приобрести Семиконечную Звезду Или Метасоник Метасоник Лучше Проделай Ритуал С ракушками На Акацию И домик Подарил Девочки Играется С квартирой Никак Не получается Может Сдать В аренду Правильно Сдайте В аренду Все Получится Уважаемый Андрей Андреев Спасибо Мой Учитель Вы Лучший Спасибо Будут Ли У меня Изменения В личной Жизни Спрашивает Эрна Гармаш Стреться Ли Человек Схожий Со мной По душевным Качествам По душевным Не встретиться Но Любимый Будет Андрей Андреев Стоит Ли Ехать Чехию На Заработки Здесь Закарпатья Нет Работа Наоборот Посокращали Я Будто На Распуте Нет Не Стоит Ехать Вам Чехию Чехия Вам Не Подходит В Польшу Можете Ехать Метро Кузьменко Можно Задать Вопрос Медитации Книги Практики Ритуалы Для Развития Основения Где Нужно Пускать Свет Лампы В голоду Как Правильно Делать С открытыми Глазами Все С открытыми Вася Лучцев Здравствуйте Мне 25 лет Слушаю Ответил Антонина Лысенко Здравствуйте Может Не по теме Вчера Сделала Операцию На Коленном Суставе Очень Мало Хряща Осталось Что Можно Пропить Из Ваших Препаратов Коллаген И Тантал Также Принимайте Печень Говяжью Вот Там Девочка Писала В самом Начале Там Высокий Фибрин У нее И Для Того Чтобы Снизить Фибрин Существует Метод Фибрин Обычно Выделяется Печенью Фиброз То есть Если Есть Трещина Сосуда Или Какое Нибудь Воспаление То Сверху Появляется Фиброз Который Состоит Из Фибринов Нитей Который В дальнейшем Может Привести К Некрозу Но Об этом Не будем Говорить Не все Так Печально Так Вот Для Того Чтобы Восстановить Работу Или Устранить Появление Вот Такого Фибрина Есть Метод Метод Тибетский На полотенце Такое Ложится Нарезается Кусочками На 3-4 Часа Так Чтобы Все Из Ни Вытекло Или Стеклянную Посуду Вымывается Естественно Предварительно Когда Из Ни Все Стекает Из Этой Печени Полоскается Высушивается И В Духовке При Очень Невысокой Температуре С Открытой Дверцу Высушивается Данная Печень После Чего Ее Необходимо Перемолоть Одна Столовая Ложка Расколачивается В стакане Молока Ну Или Компота Несладкого И Выпивается Один Раз В день Вылечивает Вот Снизит Протромбиновый Индекс Уберет Тромботизацию Сосудов Ног Случай Если Есть Там Нейропатия Какая Нибудь Или Невропатия Помогает При Варикозном Расширении Вены И так Далее Уникальный Способ Тибетской Медицины Я Раньше Его Давал Действительно Очень Хорошо Помогает Пожалуйста Кода Страх И Панических Атак А Вы По Вашему Думайте Я Тот Человек Который Помнит Все Коды От Страхов Николь Декс Нины Здоровья Ваш Семья Хочу Спросить Был Кишечный Рак Прооперированный После Трехлетнего Перерыва Появились Две Метастаза На Легких Сильной Химии Не Могу Что Мне Делать Помогите Жить Так Хочется Вам Необходимо Принимать Мои Препараты Свяжитесь С Оператором Она Свяжется Со Мной Я Расскажу Как Часто Практиковать Денежные СНГ Ну Желательно Хотя Б Месяца Два Марина Забунова Майку Ме 43 Похоронила Третьего Мужа В этом Году Что Это Проклятие Такое Боится Смотреть Нам Что И Делать Подскажите Пожалуйста Пусть Не Боится На Третьем Все Закончится Дальше Хоронить Не Будет Пусть Живет Ирина Шокола Подскажите Смогу Развить Сновидение Да Мой Племяник Хочет Учиться На Стоматолога Есть Шансы Поступить Году Да Почему Они Карандашом На Моем Файле Написали Особо Опасен Меня Призовут Или Забить Подтвержу Ле Свой Диплом Да Лучше Вернуться В Украину Подтвердите А там Уже Сами Я Ольга Живу Праге Чем Лучше Заниматься Ну Все Началось Гадание Да Теперь Я Перейду Еще На Саму Трансляцию В Ютуб И Посмотрю Здесь Ваши Вопрос Наживо Нажимаю Ой Здесь Сколько У вас Вопросов Татьяна Дубонос Скажите Пожалуйста Живой Мой Твою Родный Брат Юрий Скорее Всего Да Здравствуйте Андрей Андреевич Вновь Живет На Украине Наша Семья Живем В Израиле Получится Приехать В Израиль Жить С вами Получится Наш Харьков По-прежнему Кошмарят Соседи Когда Ждать Прекращение Обстрела Возвращения Сына Домой Сейчас Во Львове Сын Приедет Аж К Сентябрю А Кошмары Эти Закончатся Я так Думаю И Где-то Ну До Наверное 25 Наверное Июля Уже Не будут Потом Обстреливать Сейчас Моей Дочери Проблемы С мужем Скажите Пожалуйста Пожалуйста Проблемы С мужем Стоит Ли Возвращаться К нему Не Навредит Ли Это Лучше Строить Свою Жизнь Дальше Самой Стоит Строить Лучше Стоит Строить Жизнь Самой Сергей Данила Получится У меня Заработать По Свечному Производству Да Скажите Чевар Томенизара Звильнет Из работы Топор Ну Тость До Выкладания Из Иноземных Умов Против Ча Выучено На себя Да Хорошо Получится Здрасте Андрей Андреевич Веселись Игорева Выйдет Ли Замуж Моя Дочь В этом Году Или В следующем Выйдет Здрасте Андрей Андреевич Заранее Спасибо Будут Отношения Нормальной Сыном И его Семьей Да Со Временем Отпустит И невестку Вашу Все Будет Хорошо Она Нормальный Человек Просто Вредная Человек Скажите Пожалуйста Как можно Эзотерически Быстро Отрастить Волосы Я Не Смог У меня Была Пересадка Отсюда Волосы Взяли И вот Сюда Пересадили Делали Такую Пересадку У меня На Украине Делали Две Пересадки Я Был Лысый Волосы Пересадили Теперь Я Волоса Эзотерически Скорее Всего Ни Как Добрый Вечер Учитель Екатерина Резун Подскажите Пожалуйста Получится У меня Через Две Недели Удачно Привезти Товар Моего Магазина Спортивная Одежда Из Молдави Украина Получится Купим Своё Жильё В этом Году Нет Делать Мне Операцию Белой Линии Есть Другой Вариант Для Вас Нет Обязательно Делать Белой Линии У вас Это Нехорошая Форма Спасибо Вам За Все Подскажите Смогу Ли Я Родить Здорового Ребенка Да Андрей Андреевич В России Я Украину Увидимся Мы Ли Еще Ближайшее Время Нет Спасибо Что Вы Есть Уважаемый Андрей Андреевич Спасибо И Вам Что Вы Есть Уважаемые Друзья Я Благодарен За То Что Вы Есть Мой Жизни Я Благодарен За Соучастие В том Что Мы Называем Эзотерикой Эзотерика Это Действительно Наука Мы Первые Пионеры Которые Постигают Такую Сложную Науку Огромное Вам Спасибо За То Что Вы Присутствуете За То Что Вы Остались Людми За То Что У Вас Есть Благородные Теплые Сердца Возможно Вот Такие Вебинары Помогут Вам Найти Ответы Помогут Вам Стать Более Может Быть Добрыми Людьми Или Понять Механизмы Того Почему Не Получается Что Либо Обязательно Смотрите Мои Вебинары Всегда Каждый Вебинар Является Уникальным Потому Что Никогда Не Готовлюсь К Ответ На Вопрос И Каждый Вебинар Он Где-то Дает Какую-либо Подсказку И Дает Какие-либо Может Быть Идеи Которые Могут В дальнейшем Вдохновить Успокоить Созидать Ну И Приглашаю Вас На Завтрашние Сангая Номер 75 Пытался Я Сделать Три Сангая Которые Будут Посвящены Деньгам И 75 Не Получилось Более Посвящено Нарушениям Каким Там Заблокирован Денежный Канал Карма Плохая Не Получается Зарабатывать Не Любят Вас Деньги И Так Далее Вот Это Все Я Объединил И Конечно Получились Методы Методы Получились Такие Нестандартные Но Тем Не Менее Получился Он Такой Тоже Связано С Деньгами Но Больше Связано С С Вебинара Я Проведу Обряд Который Называется Заключение Договора С Агни Сома И В этом Договоре Мы Подпишем Договор На то Что Мы Отдаем Свою Плохую Бедную Жизнь И Меняем Ее На Богатую Счастливую Вот Завтра Я Такой Обряд Проведу Поэтому Я Дам Завтра 35 Ментальных Кодов И После Этого Дам И Вместе С Благовония С Произнесением Определенной Мантры И Так Далее Приходите Будет Очень Интересно Более Подробную Информацию Можете Получить На Моем Сайте Дуйко Гуру Или Написать Прямо Сейчас В Гугле Дуйко Гуру И Первый Сайт Который Появится Можете Кликать На Него Сангая Называется Сангая 73 74 75 Еще Раз До Продолжение следует Продолжение следует